ну вот я хочу несколько слов сказать о своей цветовой палитре и о том почему она такая здесь у меня тарелка из икеи на ней вот мои основные любимые цвета я сейчас их просто размажу я уже всем вам их практически раздала то есть это у меня голубой кобальт кобальтов много разных каждый фирм достаточно употребимые цвета это ультрамарин это жжёная сиена вот это вообще основа моего колорита не знаю почему так сложилось она для меня такая базовая краска в которую я все остальное подмешиваю чем она мне нравится она несмотря на то что называется сиеной сиена это земляные краски они достаточно не все их художники любят те кто любит прозрачную живопись они не всегда используют елена базанова например знаете она не использует говорит практические земляные краски вот а это сиена на очень-очень прозрачная и очень этим мне нравится практически я не нашла аналогов среди наших красок единственно что мне удалось найти это вот сиена пинокс и железноокисная светло-красная вот они дают очень близкий неточный такой же но близкий по цвету тон вот это три моих вот любимых рыжих цвета ни один из них не такой рыжий как например кадмий но все они имеют свою этот более рыженький вот он здесь этот более коричневенький вот он здесь и этот более желтенький вот он здесь мы все их наверно будем использовать я все всеми красками поделилась с вами у вас все есть вот то есть вот я специально их вытащу на палитру чтобы было видно кто из них кто вот для рисования кукурузы они мне кажется очень хорошо подходят и они между собой хорошо смешиваются все они достаточно прозрачные 1 пигментные и не делают какую-то грязь когда даже вот практически всю мою палитру можно смешать вместе и она станет нейтральным цветом но не будет какого-то это вот грязный сейчас цвет это у меня обычная сиена не не жженая если мне нужен или это не она если мне нужен какой-то желтый цвет вот и чаще всего использую ее тоже люблю за прозрачность вот но базовые мои цвета это вот красный квинокридон вместо него можно брать любую красно-розовую чистую краску 1 пигментную потому что вот эти три цвета дают мне цветовой круг с моим вот смещением в тот тон который мне нравится более подходящая выкраска вот то есть вот так такая палитра у меня практически на всех цветах то есть вот это здесь и сиена и немножко немножко желтый то есть я под каждую работу когда не хочется какую-то определенную тональность я подбираю какие-то свои цветовые сочетания но это особенно относится когда там надо точно вот для тыкв я выбирала более яркие цвета хотя в итоге вчера мы рисовали более сдержанную но вот та которая была предыдущая геральдическая она была достаточно яркая то есть я всегда делаю выкраски и смотрю что получается подбираю под них вот вот это мои примеры у меня таких бумажек нарезано куча я их просто беру и порчу почему опять-таки этот выбор цветов потому что чтобы я не смешивала я могу из этих трех красок сделать практически все и если вот я мешаю фон то когда я его вытру кобальт вытирается достаточно легко то есть вот чтобы сделать фон я смешаю эти три краски и получу вот с добавлением чуть большего синего вот уже он становится такой голубой с более желтым он становится более серым кобальт вытирается очень хорошо и я поверх уже смогу даже и листики рисовать то есть я его люблю за то что он позволяет редактировать себя его можно стирать вот розовые краски фиолетовые они достаточно устойчивые въедливые и что-то розовое вы уже вряд ли сотрете но вот эти замес мне очень нравится своей вариабельностью тем чтобы практически весь круг мне легко достижим это вот я говорю были аналоги если вам что-то вот вот эти два все-таки похоже на ну потому что не все сейчас из-за границы доступно что-то едет долго что-то едет дорого в общем вот хотя у нас виндзор сейчас появился много где есть маленьких тюбиках правда но вот у нас в питере я знаю где купить ну и ультрамарин он добавляет просто с помощью ультрамарина можно делать красивые сиреневые оттенки опять-таки добавляя сюда эту же сиену мы снова получаем нейтральный серый уже немножечко в другой тональности они разные не особо заморачиваюсь иногда смешиваю вообще все это вместе все остальные краски вот два кобальта фиолетовые зеленый они все разных фирм есть импортные есть вот две наши еще у меня 2 еще венецианская красная в общем вот собственно мы будем работать практически вот этим базовым набором так как красное у нас уже есть на листе вот но начнем мы наверное с наших семечек можно безусловно посмотреть на референсы и попробовать срисовывать что-то один в один вот здесь я вот просто практиковалась взяла кусок там какой-то кукурузы из референса и рисовала его со всеми тенями и оттенками но это подход при котором эту картинку мы будем рисовать вечно он ведет бесконечность но когда то наверное получится но точно не сегодня поэтому мы будем использовать некий такой усредненный алгоритм очень простой у нас есть вот этот размеченный контур семечко мы берем но опять таки можете делать однотонную кукурузу можете посмотреть как на референсе можете как делать делать как я из головы просто в любом порядке любые цвета как вам нравится всегда держим под рукой салфетку потому что здесь важно не налить много воды то здесь я это зернышко крашу буквально в два три движения и мы получим такой вот не такую углубленную версию как вот здесь или там на референсе а что-то вот вот это в два движения практически накрашены все то есть я беру какую-то краску беру достаточно густо на небольшую кисточку сначала у всех у вас есть дополнительные бумажки на них можно потренироваться пока я просто не поймете принцип если то есть вот у нас зернышки я беру и рисую вот такую вот букву как бы с то есть я делаю обобщенную модель на нашем зернышке всегда сверху блик внизу рефлекс и все больше меня ничего не интересует поэтому я вот такую букву с обвожу на зернышке чуть-чуть тоненько провожу сверху оставляю вот этот блик и стараюсь его такой ну вот чтобы все зернышки как бы были как уложены в корзиночку и выравниваю края аккуратно красочкой слежу за количеством краски не должно прям быть такой очень очень много лучше убрать даже горку выбрать ее просто чтобы получить вот эту стеклянность и дальше я мою кисточку и небольшим количеством воды я просто ее сюда добавляю и двигаю стирая ну как бы вот видите убираю всю воду на кисточку и получаю вот эту свою такую стеклянную капельку вот вот сразу у нас буквально в один прием получилось вот это главное чтобы вот этот цветовой контраст был на наверху блика тогда вот эта стеклянность она проявится то есть и следим чтобы не утекала краска вниз если она течет то ее подобрать и высушить вот и дальше движемся не прикасаясь к этому зернышек у нас много переходим на какую-то другую область красим другое какое-то зернышко таким же манером то есть набираем краску делаем такую вот цветовую каплю с бликом немножко проводим мы потом это все конкретизируем когда будем собирать все вместе мы более темной красочкой пройдемся все промежуточки но сейчас мы не будем этого делать мы просто вот многократно повторим это заклинание и получим свои зернышки я думаю что наверное сейчас стоит этим позаниматься чтобы прежде чем я перейду дальше траве и фону просто сейчас тогда идем и рисуем все зернышки вот то есть можете конечно развлечься с рисованием как она есть в жизни но я говорю что это долгий путь поэтому опять-таки блики могут быть в разных местах по идее они есть в разных местах но я предлагаю вот просто придерживаться одной единственной схемы она вполне себе дает ощущение кукурузы и стеклянных этих зернышек и она достаточно быстрая но если приноровиться поэтому если кому-то не хватает кисточек обращайтесь но по идее вот я рисую вот троечкой если зернышки меньше но у вас по моему меньше ни у кого нет можно еще меньше не берите большие кисти там с них будет течь много воды ими можно но надо будет много сушить то есть у вас будет много пигмента уходить вот что я хотела сказать об этом